Там же, в Брюсселе, был предотвращен масштабный теракт. Накануне вечером силовики ликвидировали смертника, который пытался привести в действие взрывное устройство на городском вокзале. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Масштабного теракта Брюсселю удалось избежать действительно чудом. Смертник планировал взрыв на центральном железнодорожном вокзале бельгийской столицы в час пик, когда там очень многолюдно. Мужчина спустился в подземку и привел в действие взрывное устройство, начиненное гвоздями. Оно не сработало на полную мощность. Прозвучал только хлопок, и террориста сразу же застрелили полицейские. Никто из пассажиров не пострадал. Личность смертника уже установлена. Мы никогда не называем имени, скажу только инициалы. ОЗ, ему 36 лет. Мараканец по происхождению ранее не был замечен в связях с террористическими организациями. Полиция уже обыскала его квартиру в брюссельском районе Маленбек. Пока это вся информация. В Брюсселе повышены меры безопасности. Сегодня там стартует саммит лидеров ЕС. Но уровень террористической угрозы до максимального пока решили не поднимать. Координационная группа по анализу угроз оценила ситуацию и решила оставить третий уровень террористической угрозы. Он действует уже много месяцев. Это значит, что террористический акт вероятен. Возможных терактов опасаются и в других европейских странах, в том числе и в Германии. Спецслужбы предупреждают. Вероятность атак очень высока. Не исключено, что для их проведения экстремисты могут использовать женщин и детей. Так как они не вызывают подозрения у прохожих и полицейских. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.